Четвертая стадия, которую судья не прошел, это жеребьевка. То есть, к четвертой стадии мы должны отобрать именно ровно 17 кандидатов. К тому моменту у нас было к этой стадии 21 кандидат. В законе конкретно написано, если в результате выполнения требований статьи 642, то есть это стадия немотивированных отводов, для участия в суде заседания осталось более 17 кандидатов присяжных заседателей, председательство и объявляет число оставшихся кандидатов присяжных заседателей, после чего опускает в урну билеты с указанием их фамилий, перемешивает билеты и извлекает из нее несколько билетов, сколько необходимо, чтобы в урне осталось 17 кандидатов. То есть должна быть жеребьевка. Судья на этой стадии с самоличным решением просто берет, начинает выявлять, у кого есть дети, именно сыновья, которые приблизительного возраста подсудимых, и из 20 кандидатов, 4 кандидата она отводит самоличным решением. Три из которых, я обратил внимание, у троих из которых были сыновья приблизительного возраста подсудимых. На четвертого, когда уже отвела судья четвертого кандидата, я задал вопрос, объясните, какие мотивы были отвода этого кандидата? Судья сказала, я его отвела, потому что у нее сыновья. В протоколе судебного заседания это не отражено, но аудио-видео фиксации имеется. Я открыл протокол, ознакомился с протоколом главного судебного разбирательства, он ведется в письменном виде, судья его подписывает. Там написано, что эти 4 кандидата были отведены, потому что они заявили самоотвод. Якобы судья спросила у них, кто хочет заявить самоотвод, хотя стадия самоотвода уже давно прошла. Якобы эти 4 кандидата заявили самоотвод. Так написали в протоколе судебного заседания. Также был отражен мой вопрос, почему отвели четвертого кандидата из 4 удаленных. Значит, там написано так, потому что есть сомнения в объективности. Но хотя на самом деле судья сказала, потому что у нее сыновья. Зачем нужно было эти несуществующие факты вставлять в протокол главного судебного разбирательства? Неужели суд рассчитывал, что мы не посмотрим этот протокол, не ознакомимся и не напишем на него замечание? 23 мая я написал замечание на протокол главного судебного разбирательства. Его рассматривал другой судья, потому что судья Кульбаева была в отпуске, возможно.